Доброе утро, дорогие мои слушательницы! Я сегодня вышла в необычное время с определенной целью рассказать о том, как же выбирать белье. Правильно, сейчас проточки и посмотрю в глаза миру. Мир, здравствуйте! Пришла осень и так же, как весной, вопрос белья с моей точки зрения актуален. Вот я два раза в год покупаю себе по красивому комплекту белья. Ну, иногда, конечно, делаю подарки себе не сама, а очень люблю, когда мне дарят красивое белье, но которое все-таки выбрала я, а не кто-то выбрал вместо меня. Потому что выбор белья, как и выбор духов, как и выбор, ну, пожалуй, таких интимных вещей, которые, ну, например, выбрать туфли или выбрать духи или выбрать белье, я не доверю. Сейчас протру. Я не доверю, например, много кому для себя. Я буду эти вещи контролировать. Сам выбор, да? Ну, а же подарки сделать, это уже можно доверить кому-то другому. Итак, спасибо большое, Фраудиана. Вы мне даете возможность приколоть тему. Спасибо вам большое. Сегодня в Риге довольно пасмурно, поэтому я подсветила, осветила свою студию и осветила себя. И я сегодня попрошу вас дать мне советы, какие из выбранных мною, допустим, комплектов вы считаете мне лучше подойдет. Поэтому сейчас я уже одела интимные вещи, так что если кто-то у нас присутствует из мужчин, Сори, милые мои, я сейчас буду оголять, может быть, не самое прекрасное тело, но уже какое оно у меня там есть. Итак, вот посмотрите, у меня комплекты из Тосканы. Если кому-то интересно, это магазин-бутик, в котором есть очень много всегда выбор на различные виды бюста. Потому что трусики подобрать проще, а вот подобрать себе хороший бюстгальтер, это дело, ну, очень ответственное. Потому что от того, как будут оформлены вот эти вот мягкие ткани, они могут быть оформлены очень-очень по-разному, Будет зависеть и наш контур, который будет считываться в одежде, очень сильно будут прочитываться наши вот эти массы, понимаете? То есть либо женщина может выглядеть слишком костляво, либо женщина может выглядеть слишком массивно из-за неправильного выбора белья. Мало того, здесь еще и здоровье. То есть когда мы правильно выбираем размеры, пропорции, покрой, мы выбираем себе осанку, выбираем прямой позвоночник, выбираем очень много каких вещей. Потому что особенности, если бюст не маленький, как у меня, а рост небольшой и возраст и так далее. То есть очень-очень важно, да даже дело не в возрасте, всегда важно, чтобы не ходить с горбленной спиной. Очень важно все-таки правильно перераспределить эти вещи. Поэтому я спускаю рубашечку и сейчас так подтяну себе комплекты, то что-то я их положила на расстояние от себя. И покажу важные вещи. Кто-то весной, может быть, уже слушал об этом. Но очень важно первым делом понять, что надо искать. Потому что мы, женщины, конечно, сразу кидаемся на цвет, на оформление, на декор. Вот этот вот прекрасный бюстгальтер из, ну, комплект белья, шелковый, отделанный очень красивым кружевом и вышивкой. Конечно, очень эффективен. Он как раз вот сейчас из зимней новой коллекции. И, как видите, сидит идеально. Просто идеально. Как будто на меня сшили. У меня немаленький размер, сразу вам скажу. Причем это не очень редко встречающаяся, но довольно редко встречающаяся ситуация, когда объем вот этот вот у меня 75, что очень немного. А чашка Е. И, то есть, это большой вот такой вот разбив, да. То есть, мне уже не подходит какой-то 80 и так далее объема. И найти идеально сидящий бюстгальтер, конечно, очень непросто. Поэтому для всех, у кого большая грудь, Тоскана – это место, где можно найти. Тоскана-бутик. Он находится в Риге. И, Дианочка, я вам послала… Нет, послала я не познаю. А сейчас я попробую приколоть эти комменты. В комментах я укажу, где для Рижан. Это очень просто будет найти. Значит, смотрите. Очень важно, чтобы вы четко выбирали бюстгальтер по своему объему. Это самое важное. Причем, если вы здесь померите свою грудь, вот здесь, не вот ни выше, не ниже, а вот именно там, где у вас вот здесь косточки находятся, измерьте сантиметровой лентой. Отнимите где-то 3 сантиметра. Не прибавьте, отнимите туго. Бюстгальтер должен туго сидеть здесь. Причем, даже если вам кажется, что косточки давят, они перестанут давить, если вы поставите бюстгальтер на место, правильно, да? То есть вот здесь, на косточке и сзади прямо-прямо-прямо-прямо вот так вот, да? Чтобы он не залазил на лопатки, да? Дальше. Очень важно, чтобы вот эти ленточки были все-таки сконцентрированы вот здесь. То есть, чтобы он был хорошо скроен и хорошо держал. Поэтому дальше вы выбираете длину этих вот этих, зацепляете по максимуму для вас, да? То есть лучше отпустить, чем наоборот носить вот в таком виде, да, когда все это трясется. То есть конструкция должна хорошо держать. Это самое важное, в особенности, если у вас, как я называю, холодец. Холодец или даже желе. Холодец это более такая тверденькая субстанция, а желе это более жиденькая субстанция. Вот у меня желе, да? И это желе там, видите, сразу уже выглядит как холодец, как более твердая субстанция, что, в общем-то, достаточно хорошо, так, кто у меня тут просится в... Сейчас, 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 сейчас прочитаю. Да, узбреви его съелось. Да, это набреви бы 73. Набреви бы 73. И вот посмотрите, вот эта вот форма, видите, должна у вас лечь четко-четко по вот этой вот окружности. Причем грудь бывает очень разная. Она, бывает, занимает полную вот эту вот поверхность. Бывает, вылазит отсюда, вот так вот, и создает ощущение здесь такого, ну, большего пространства, большего, больше вот этой вот грудной клетки, массы. И может отставать от края, то есть чуть-чуть начинаться, как бы чуть-чуть отходить. Она может вот здесь наплывать друг на друга, да, то есть когда вот так вот грудьки целуются. Либо вот так вот отставать, как у меня, ну, быть раздельными, то есть здесь плоскость. И эта плоскость может быть, ну, от практически ничего до одного пальца, двух пальцев, трех пальцев, четырех пальцев. То есть зависит от вашей грудной клетки. Норма, когда есть два пальца. Ну, не норма, а наиболее такая вот пропорциональность. Вот два пальца здесь, это хорошо. И вы видите, что большинство пюсгалтеров здесь имеют вот это вот крепление, которое разделяет грудь вот так вот приблизительно, чтобы они все-таки разошлись. Потому что если в большой груди есть большое вот такое наплыв друг на друга, то всегда будет грудь выглядеть еще больше. Если грудь выпирает отсюда, она будет выглядеть еще больше. Поэтому, что мы делаем, когда грудь большая, а мы хотим быть постройнее, поменьше, поминиатюрнее, мы стараемся сблизить грудь отсюда, чтобы здесь был вот такой прямой контур, а не с невыплывом таким сюда. И чтобы здесь было по возможности грудь разделены, потому что, видите, сразу ощущение как будто, как будто более молодая, более стройная, более такая девическая грудь. Это когда большая, когда маленькая наоборот. Мы стараемся расплющить эту грудь, чтобы здесь надулась и чтобы здесь надулась. И очень многие стараются наоборот ее вот так вот приплюснуть. Это то, что делает пушап. Видите, пушап все-таки для пушапа нужно, чтобы что-то здесь было. Если здесь ничего особенного нету, да, допустим, вообще там очень маленький размер, то лучше их сплющить вот так, да, то есть вот отсюда вот буквально прямо проплющить. И тогда они надуются сюда, сюда, я называю орешки. Вот орешки хорошо укладывать в такие формы, которые вот так вот приплюснут, да, то есть по возможности вот так вот сделают. То есть, опять-таки, очень плотно лежащая конструкция. Поэтому плотно лежащая конструкция вам поможет практически всегда. И в дальнейшем вы уже просто смотрите, какой покрой вам подойдет. Вот смотрите, когда фактура твердая, вы можете выбирать очень вырезы большие. Тогда в этих вырезах будет выглядеть, ну, красиво ваша такая вот, ну, твердая, твердая грудь, которая, которая, в принципе, не будет особо переваливаться или заваливаться, когда вы будете двигаться. Но есть ли у вас киселечек или есть ли у вас твердые орешки, в которых там пусто, старайтесь выбирать более закрытые формы, чтобы контролировать то, что внутри. Если большая грудь, то этот кисель нужно по возможности собрать в конструкцию бюстгальтера. Пусть даже здесь будет тонкое кружево, все равно в хороших моделях и вообще в моделях бюстгальтеров это все равно контролирующий материал. То есть он четко все равно соберет ваши мягкие ткани. Если эта грудь маленькая, орехообразная, то она проконтролирует все, что вокруг, и туда вы сможете положить полстер. Причем лучше выбирайте полстеры отдельные, которые вы можете сами там расположить так, как вам необходимо. И примерять бюстгальтер надо таким образом, что вы закрываете его на самую-самую свободную, вот эту вот, свободный ряд кнопочек, этих крючочков. Не сюда, да, а вот сюда, потому что бюстгальтер с носки растянется, и вы получите кошелку через пару месяцев, да, стирки. Кстати, стирайте очень осторожно, они растягиваются больше, если вы их стираете в машине, или обязательно кладите их в мешочки для стирки и на ручной стирке, или вообще вручную стирайте. Итак, вот так, подтягиваете бретели, затягиваете их максимально, или чуть-чуть, ну там, вот у меня обычно максимально я затягиваю, а маленькая. Ну и вы, если вы большая, то можете затянуть поменьше, да, и таким образом надеваете бюстгальтер сначала вниз, вот здесь вот, сейчас покажу на другом. Да, вот так вот устанавливаете его внизу, вот здесь четко, надеваете бретели, вот хорошенечко, хорошенечко вот здесь все контролируя, и выкладывая вот так. Я специально надела один друг на другой, а то я же не могу с голой грудью. То есть грудь вот в данном случае у вас висит вот здесь, висит или лежит, или как у вас, у кого, да, и таким образом наклоняетесь и начинайте встряхивать вот все мягкие ткани сюда, да, бретели поставили, и встряхиваете вот так вот аккуратненько, аккуратненько. Можно даже пальчиком сосок вот поставить четко по этому, по центру, да, и таким образом поставили. И если у вас здесь еще что-то образовалось, да, то есть бывает иногда, когда вы запихиваете, да, вы запихиваете, а здесь надо легонечко встрясти туда, да, и если у вас здесь все-таки образовались какие-то валики, или что-то вылезло вот здесь, да, видите, здесь сейчас ничего не торчит, да, никаких. И самое важное, чтобы вы здесь не могли просунуть никаких пальцев, да, ну, максимум один, чтобы у вас проходил, а не там вся пятерня, потому что иначе через время, это еще больше будет отставать, киселек или холодец туда провалится, и вот эти косточки начнут у вас тереть. И тогда вы будете говорить, как я не люблю эти косточки, как мне все давит, да, потому что давит, потому что туда проходят вот между косточками, и своими косточками, своими мягкими тканями попадает кусочек груди и начинает там тереть и нам нажимать, и все это неприятно. Поэтому через минут 20 вы перестаете все это ощущать, все это хорошо сконтролируется, через какое-то время вы уже вжились, и как и в обуви, да, вы тоже начинаете чувствовать себя прекрасно, вписываясь в это белье. Ну, вот посмотрите, видите, то есть эти два бюстгальтера, они идеально, например, на мне сели. Но очень часто на своих клиентках я вижу бюстгальтеры, которые им малы по чашкам, да, и большие по объемам. Проверьте на себе, нет ли у вас такой тенденции покупать бюстгальтеры, которые по чашке вам недостаточно, то есть слишком малы. Это более частая ситуация, когда женщина покупает больший объем, чем ей надо, и меньшую чашку, чем ей надо. Поэтому начинайте наоборот, с наименьшего объема и большей чашки. И если уже вы вот так вот встряхнули, а там провал, и собираются какие-то складочки, какие-то, какая-то рябь идет, и там нечего положить, ну, тогда уже возьмите чашку поменьше. Далее, обращаю внимание, для большинства людей все-таки подходят формы, которые хорошо закрывают. Ну, то есть вот полная чашка, вот полная. Некоторые очень хорошо выглядят, когда чашечка вот так вот открыта. Половиночка, да, то есть здесь тогда мы можем надеть более глубокое декольте, мы можем что-то, там, я не знаю, но иногда это так как-то самой лучше выглядит. Пожалуйста, но если у вас жиденькая грудь, там, вы несколько раз рожали, много кормили детей, детки высасывают эти груди, да, тогда все-таки старайтесь более контролируемым бюстгальтера выбирать вот с красивыми хотя бы этими кружевами. Вот смотрите, сейчас я вам покажу вот эту форму, которая очень хорошо контролирует все, хотя является абсолютно прозрачной. То есть я понимаю, что некоторые хотят все-таки, чтобы бюстгальтер был более секси. Здесь вы видите непрозрачный шелк и прозрачную только верхнюю часть. Ну, а вот в этой модели, сейчас, 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 а, вы не видите. О, БАД, это, сейчас скажу, 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 скажу. Нет, не могу найти. Видите, очень красивое решение, ну, просто классное, по-моему, когда чашка прозрачная и телесная, и ощущение, как будто кружева находится просто на вашей коже. Очень красивый бюстгальтер, комплект белья и вообще бюстгальтер. Сразу хочу сказать, у кого есть вопросы про цены, допустим, этот стоит 112 евро. Конечно, это дорогой конец, но если тратиться, то лучше, я хочу сказать, даже потратиться не на туфли, потому что туфли сейчас, даже не кожаные, за 30 евро можно купить в красивых, в красивых и удобных колодках, пройтись на выходной этот, на выход, очень потратив небольшие деньги. А вот бюстгальтер, это ваше настроение, это ваше здоровье, это ваша сексапильность, это наша женственность. То есть вот в него стоит вкладываться. Ну, не обязательно там, допустим, вам выбирать какие-то из моделей, которые я показываю, но в принципе это очень-очень красиво и сразу ощущаешь себя. Приближаются праздники, поэтому, дорогие мои девушки, готовимся, да, готовимся, что хотим на всякие праздники, а я себе еще всегда на день рождения дарю, у меня 2 января, и я выбираю себе комплекты. Ну, и дальше же выбираю, кто мне это подарит. Ну, если никто не находится желающий, это дарю себе сама. Но лучше, когда нам дарят непосредственно то, что мы уже себе выбрали. Итак, сейчас покажу. Кстати, заметили? Значит, номер 1 мы будем выбирать. Как вам понравилось? Скажите, номер 1 вам понравился этот синий? А ведь размер у вас нестандартный. Ну, а теперь уже вопрос стандарта. Конечно, для метра 58 женщины Е размер это довольно большой, и уж тут стандарт, не стандарт, не знаю. Ну, у меня, кстати, была небольшая грудь до рождения ребенка, а вот после рождения как-то очень сильно увеличилась. И опала. А как-то куда-то, куда-то в гравитационную, в гравитацию пошла. И с каждым годом все больше и больше уходит вниз. Но, кстати, вот посмотрите, когда это красивый бюстгальтер, то грудь выглядит, как будто она у вас с имплантами сделана. Ей-богу. Сразу такое ощущение. Ух, ух. Важно еще, вот пишет, важно еще обращать внимание, насколько близко находится верхний край чашек по отношению к подмышечным впадинам. Может очень впиваться. Спасибо большое, Фраудиана. Вот посмотрите, Тоскана Бутик. Фраудиана поставила этот ник этого магазина, из которого. Да, бывает, вот эта часть находится очень близко сюда и режет вот здесь подмышки. Я такое наблюдала и у себя тоже, но никогда ни в одном комплекте из Тосканы я этого не видела. Да, то есть здесь очень красивые модели, но и очень мудрые решения. Кстати, я считаю, что очень важно найти свой крой, найти своего производителя, который шьет лекалы на вас. Ну вот, например, на меня я точно знаю. Сейчас, минутку. Садится покрой Лиза Шармель. Ну вот, очень хорошо. Я попадаю в размер. Практически никогда не бывает, что какая-то модель была для меня между размерами. Кстати, смотрите, бывает иногда, какой-то бренд, вот все время попадаете между размерами. То есть, к примеру, Е слишком маленький, нужен F. Или наоборот, Е слишком большой, нужен D и так далее. Или как-то с объемами немножечко иначе. Или чашка не садится. Выберите свой покрой. И вот в этом магазине и старайтесь покупать. В особенности, если это не монобутик, а мультибрендовый бутик, как Тоскана Бутик, это мультибренды. То есть, там есть на разные размеры всегда что-то находится. Ну, практически. Всех своих клиенток с большой грудью я одеваю в Тоскане Бутик. Потому что там мы всегда можем найти очень такое вот, ну, красивое женственное белье. И вот посмотрели, да? Я сейчас уберу комменты. И вы за... так... Зацените. Ну, вот это кандидат на... Прийти в мой гардероб номер один. Синий. Да? Смотрите всегда, как бюсгальтер контрастирует или наоборот сливается с вашей кожей. И то, и другое хорошо. Но он должен ее красиво подчеркивать. Итак, кандидат номер один. Это тоже Лиза Шармель. И я сейчас покажу вам модель прошлогоднюю, прошлого сезона. Тоже из Тоскана Бутик. Который... ну, которая повторилась в этом сезоне. И я вам сейчас ее покажу. Потому что я ее присмотрела. И хочу тоже рассмотреть, да... Выпустить на ваше внимание. И что вы мне скажете. Сейчас. Ну, так. Видимо, при этом свете может не очень быть заметно. Но это нежный-нежный, прохладный какао цвет. Вот розовый такой, знаете. Пудра розовая. И посмотрите, как сразу стала выглядеть кожа загорелой. Да? То есть он сейчас выглядит... Сейчас посмотрю. Немножко светлее, чем в жизни. Да? Сейчас я уберу. Да? С дисплея. Вот. Это номер два. Очень тонкое, дорогое кружево. Очень красивые бретели, которые разделяются немножечко на две. И вот так вот красиво, женственно выглядит. У меня очень красивый пенюар. Конкретно вот цвет в цвет есть. Просто красивое очень кружево. И красивая форма. Так, номер два. Сейчас верну обратно комменты. И вы комментируйте, кому что больше нравится. Так, в конце будет штук пять. Да. То есть выбирать все время однотонные, конечно, хорошо. Но для непрозрачной одежды, я стараюсь, чтобы одежда моя была непрозрачная, я очень красиво всегда смотрится какое-то цветное белье. Да, белье очень привлекательное, можно еще раз услышать название производителя. Лиза Шармель. Сейчас. Кто знает, как написать? Лизе Шармель. Лизе Шармель. Лизе Шармель. Вот здесь все наоборот. Сейчас меня могут забанить в инстаграме, что я рекламирую, вернее, сижу голая. Он выглядит очень-очень эффектно. Ой, боже, 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 боже мой. Мой стул на колесиках решил укатиться. Так, подождите. Супер! Девочки, какой красивый коммент нам дала Голдфиш, что она на день рождения мужа покупает. И получается двоим подарок. Очень хорошая, хорошая идейка. Ну вот посмотрите, сейчас уберу комменты. Номер три. Сейчас, минутку. Кстати, вот мне дал комменты. Я сейчас напишу. Лиза Шар Мел. Вот это у нас первый синий и розовый. Да, сейчас я посмотрю вот этот розовый. Так, вообще очень люблю любые пудровые оттенки. Очень светлокожая и блондинка. Думаю, именно такое белье мне идет не исключено блондинкам. Вообще пудра идет очень многим. Ну вот посмотрите, такое издали. Вот я буду отъезжать. Да, вы видите, такое ощущение, что это, этот, это кружево как будто просто находится на моем, на моей, на моей коже. Очень красивый бюстгальтер, потрясающий. Номер три. Да, что скажете? Кстати, вот эта балконеобразная форма, которая очень многим подходит, которая вот так вот грудь, ну, как бы собирает. Вот видите, она собирает отсюда и мягко поддерживает. И здесь тогда надуваются какие-то, вот видите, здесь более, давайте, более глубокая вот эта вот чашечка. И здесь красиво у кого вот эта, вот эта форма красиво выкладывается. Сразу хочу сказать, у меня не очень красиво. Видите, здесь собираются складочки, потому что когда-то этого не было, да, сейчас кожа уже, так скажем, не очень упругая. И вот здесь собираются, видите, такие складочки. Поэтому я вам покажу один очень эффектный бюстгальтер, который тоже Лиза Шармель, черный. Обратите внимание, да, пудра розовая, синяя. И номер четыре будет черный. Сейчас, особенный. Ну вот. Так, задавайте мне вопросы, задавайте мне вопросы, задавайте мне вопросы. И вот черный, очень такой вау, секси. Посмотрите, вот здесь кружево прикрывает вот эту вот как раз ложбинку, да, очень прозрачный, поэтому я долго в нем сидеть не буду. Он слишком прозрачный, извините, сейчас попробую скрыть, скрыть какие-то. Вот, посмотрите, конечно, он в какие-то глубокие вырезы будет виден, но и очень классно, потому что если у вас будет видна вот эта вот фактура тонкого кружева, видите. Кстати, я сейчас вам покажу еще один вариант в телесном, пудренном цвете, да, здесь кружево, вот видите, очень-очень тонкое. Да, видите, какое тонкое-тонкое кружево. Кстати, сегодня наиболее такие кружева, ну, дорогие используются как раз-таки на дорогом белье, а не на одежде. Вот, бельевые компании, они действительно вкладываются очень сильно в белье. И, конечно, черный бюстгалтер в гардеробе каждой женщины, ну, должен быть, поэтому номер 4, 1, 2, 3, 4, четвертый черный. Итак, а должен ли быть в гардеробе черный полу-люософия? Отлично, девочки, дорогие мои, это здорово, что вам нравится. А вот как вы думаете, относитесь к красным? Потому что красный работает, конечно, очень сильно на мужчин. Вот черный и красный, это те, которые, которые вот сразу наводят на мысль о бурных каких-то романах и всем вот подобным таким, да. Ну что, смотрим, здесь красная, да, и очень сейчас опущу комментарии, отпущу комментарии, и красная. Здесь, конечно, сразу мне мешают губы, потому что они у меня розовые, да. И посмотрите, вот в моем случае, да, кожа сразу стала чуть-чуть желтоватой, видите, немножечко, чуть-чуть, но, то есть, стала темнее кожа, да. Но здесь, я говорю, мне надо убрать губы, и сами смотрите, очень красивый бюстгальтер с двумя видами кружева и вышивкой, он вышитый, да, такой бордо и красный, такой вот, кому подходит цвет. Кстати, я не очень уверена, что мне подходит цвет, и я хочу сказать вот об этих двойных лямочках. Конечно, они более хорошо держат, но они еще и эстетически вам делают красивую вот эту вот линию, да, то есть, вы всегда можете их вот так вот разобрать, да, когда вы, к примеру, ходите только в бюстгальтере, да, и таким образом сделать плечики чуть-чуть более шире, и вот эта вот линия пойдет более красиво, да, это если сфотографироваться в нем. Ну что, номер пять красный, номер пять красный, я еще хочу показать один черный с синими, с синей вышивкой, да, он тоже похож на красный, Но тут вот очень красиво, когда, видите, различные голубые, синие, бирюзовые оттенки переливаются и имеют еще некие такие вкрапления блестящих камешков. Я быстренько вам сейчас надену, я его не рассматриваю для себя. На, хотя, может быть, и рассмотрю, сейчас посмотрим, да, ну как-то я его не очень сама для себя посмотрела, да. Ну, смотрите, да, здесь вот, что мне здесь понравилось, я думаю, что же мне понравилось, села очень хорошо, да, и вот эти вот бретели, которые можно как бы немножечко спустить, они не несущие основную нагрузку, но они укрепляют вот это вот, видите, здесь кружево вот красиво идет на бретелю, на бретелечке. И вот эти двойные бретели очень всегда красиво выглядят. И когда мы двигаемся, видите, там блестят какие-то, переливаются камешки, очень красиво выглядят. Но его я не буду ставить сейчас, второй черный бюстгальтер, на самый, я покажу последний, номер 6, 6, 5, 6, да, 6, это такой же, как черный, только телесный. Смотрим последнего претендента на подарок для Жанны. Что за подарок я выберу? Сейчас, сейчас, сейчас. Ну так, ой, 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 ой. Так, сейчас прикроем пальчиками вот, вот эти вещи. И вот, это такой же, как черный, только телесный. Видите, он прикрывает мою вот эту вот расщелинку, которая, которая может быть не очень хороша. И что у него еще мне нравится? Что он гладкий. Кружево не рельефное, а довольно гладкое. Нижняя часть очень гладкая, поэтому я его проверила на тишотках, да, он не про, как сказать, не продавливает фактуру материала. И, конечно, когда мы, вот, в телесном цвете, который в особенности издали, выглядит, как будто вы вообще без белья. Это выглядит обычно для всех, ну, суперсексуально. Потому что сигнал посылается, что вы без белья. Мне сейчас сразу стыдно стало. Прикроюсь. Я прикроюсь, а то, а то, там, меня сейчас и подключу вас. Ну вот, смотрите. Видите, то есть, вот это вот тонкое, очень-очень нежное кружево. Вот эти вот бретелечки, да, то есть, оно дает очень большую женственность. Упс. Сейчас верну комментарии. Верну комментарии. Люблю красный, пишет. Секси-шмекси. Ух ты, что еще? Номер три. Сарканаясь юмспорплату, аукшмала весьма зоокпатык. Итак, значит, я проверяю и напоминаю вам, что на, значит, номер один, это синий Лиза Шармель, мы выбираем из номера, так, второй, номер, номер два. Это такая вот розовая пудра, да, розовая пудра, тоже Лиза Шармель. Номер три. Розовый. Да, он не красный, все-таки он розоватый по сравнению с красным. Сразу вот, видите, показываю. Видите, разный. Этот розовый с телесной, да, который мне пишет, что он мне немножечко великоват. Я еще пристально посмотрю на него, да, потому что... Ага, у него 80 объем, поэтому он, видимо, наверное, не сильно мне прилегает. Надо будет его попробовать плотнее закрыть, да. Видите, по объему мне великоват. Надо посмотреть, есть ли поменьше объем. Итак, розовый, далее черный, такой же, как вот этот вот телесный, просто бомба, секс-бомба. Красный номер пять, да, с красивым вот этим вот, но рельефным кружевом. И номер шесть, это тот, что на мне, который бежевый, телесно-бежевый, не розовый, а телесно-бежевый, с вот этим вот довольно таким отстающим кружевом. И, кстати, если у вас маленькая грудь, то покупайте отдельно стоящие эти постеры, такие прокладочки, и укладывайте их сюда. И, кстати, выбирайте такие бюстгальтера, которые вот очень-очень плотно прижмут вас вместе с этими постерами. Да, не набивайте здесь очень много, хотя отсюда и отсюда вам надо прижать вот эту вот грудь и потом как бы привязать. Видите, о, вот тогда здесь сбоку надувается даже совсем небольшая, даже очень упругая грудь. Или даже очень неупругая грудь, то есть таким образом вам может сработать и пуш-ап, и даже совершенно мягкая форма бюстгальтера. Кстати, сначала пробуйте не поролоновые, а мягкие формы. Сначала попробуйте мягкие формы. Если вам мягкая форма совсем такая вот, ну, пустая, набейте туда полстериков и только потом пробуйте поролоновые формы. Очень часто поролоновые формы, в особенности мелкие, отстают тогда, когда вы наклоняетесь или как-то двигаетесь. И в довольно тонкой одежде они могут создавать такое вот, ну, прямо ребро. И такое ощущение, что там, в этом, в этих вот тазиках у вас ничего нету. То есть там провал. Чтобы не было этого провала, все это должно лежать вот так вот плотно, да, и провалов быть не должно. Да, то есть все должно плотно прилегать. И если все вот эти вот контуры у вас плотно прилегают, то, значит, нигде не режут, нигде они вас не стесняют. Да, а надо проверять через какое-то время, через, ну, каких-то. Поэтому приходите в магазин, походите там, попробуйте, посмотрите, да. Если вы уже забыли, забыли, что на вас надето, все супер. Итак, какие мнения? Очень красиво. Номер шесть нравится. Я, наверное, мужчина прям зависла на красном. В красном очень красиво формируется у вас грудь. Заметно прибавилось слушателей. Да, это точно. Шестой номер. Вот этот телесный, конечно, сама нежность. Все, бегу покупать белье. Один и два нравится. Два. Синий пудра. Супер. Спасибо вам большое. Абис арканы. Юмс не пестау. Он эйс сеу грибу мелну. Ага, бегите, пока я все не раскупила. Привет. Есть очень похожий на черный с синей вышивкой, но темно-серый. Он действительно очень эффектный. С синей вышивкой. Это вы этот имели в виду? Вот этот вот, который я показывала. Да, потому что у него здесь голубая вышивка и синяя. Да, может быть этот, может другой. Но вообще там есть еще много разных фасонов. Я отобрала только те, которые есть в моем размере. Там очень пришла сейчас осенняя коллекция. Я, конечно, сразу ринулась туда и буду выкладывать посты. Я тоже сфотографировала и сделаю видео еще. Так, Юмс идеалы обигащие. Ну, Мурдивер, Диви фаворит. Ну вот, да, я на него тоже с прошлого смотрю сезона. И в этом году опять, ну, осенью опять пришел мой размер. В прошлом сезоне я не купила, потому что кто-то купил мой размер. Видите, вот всего этого не очень много, в особенности вот в таких крайних размерах. Поэтому, поэтому торопитесь. Вам все подошли, но выбирайте черную секс-бомбу. Спасибо, Алла Борисовна. Пятый. Он формирует грудь и не создает вам складок кожи в ложбинках. Да, спасибо большое. Варбут иринфо вай атлайдес аримед бут Тоскана. Да, скидки тоже бывают в Тоскане. Я сейчас не обращалась, дадут ли они вам скидки, но я прошу скидку всегда. Ну вот, ей-богу, есть ли скидки, нет ли скидок, я в бутиках прошу скидки всегда и вам советую. И не бойтесь отказа. Ну, если откажут, откажут. Дорогие мои, все понимают, все хотят скидочек. Им надо продать, вы хотите купить, как договоритесь, дорогие мои. Промо-кода, я, кстати, спрошу, может быть дадут промо-код, но сейчас я пока не обращалась. Мне прямо, знаете, сижу и хочется бретелечки спустить еще. Так, Жанна, есть ли одна грудь больше другой, как быть? Дорогие мои, у всех у нас почти с редкими исключениями одна грудь больше другой. У меня правая грудь больше другой. Если большая разница, то в маленькую грудь вкладываем полстер небольшой, да, то есть уплотняем. Но это, но все равно выбираем дюстгальтер по правой, ну, вот у меня правая больше, я по правой выбираю. Потому что если я буду по левой выбирать, правая будет выпрыгивать. И в этом случае, ну, я смотрю по большей груди обычно, да, а левую уже тогда, если, если что-то, то ее укладываю таким образом, чтобы, ну, там, чуть-чуть бретелечку подтянули. Конечно, комплекты, конечно, и причем я всегда советую покупать комплект с двумя трусиками. Ну, а для кого-то, может быть, и трое трусиков. Хорошо, я покупаю с двумя, потому что бюстгальтер я не стираю каждый день, и я хочу, ну, то есть прокрутить трусики, чтобы у меня были две или три пары для одного бюстгальтера. Это, это, ну, минимум. Поэтому, конечно, комплекты, и про трусики я вам расскажу в следующий раз, но сейчас уже время подошло к концу моему, мне надо скоро уже бежать, да и мне надо сохранить этот третий, первый, второй, да, первый, третий, четвертый, две веги, три комплекта не осилию, не смогу финансово. Я работаю в салоне белья, много интересного рассказали, благодарю. Я очень рада, я очень часто веду, кстати, мастер-классы для, ну, персонала каких-то салонов, бутиков, потому что иногда даже рассказать клиенту что-то, вот, нужны какие-то идеи и свежий другой взгляд. Да, возможно, но куда я ее притащу, 840 модель сюда, если видео показывать, да, у меня такие видео есть, учебные, которые я, на которых я демонстрирую какие-то покрои для маленьких бюстов. Как только я поговорю, вы меня навели на мысль, я спрошу, если Тоскана даст скидочный код, я тут же вам сообщу. Следите за рекламой, следите за моим постом, я сделаю пост. Красивый, извините, опечатка, да, да, а постеры есть в продаже, точно, Алла Борисовна. Тоже так делаю к одному бюстгальтеру, несколько низов. Спасибо, спасибо, вечером эфиров 20.00. Спасибо большое, Диана, фрау Диана. Я напоминаю, не пропустите, сегодня будет бомба. Сегодня Алина Буткевич, которая, кстати, выставила на вопрос, кто это, фотография, в сториз. Модель, доктор наук, президент, первая леди. Все ответили, что модель, только парочка человек ответила, что доктор наук, и один ответ, что это первая леди. Вот, так что, действительно, она доктор наук, она консультант Организации Объединенных Наций, она ученая, она стоматолог, она красавица, и, возможно, она будет следующим нашим президентом. Я ей очень этого желаю, по крайней мере. Спасибо за откровенность, порадовали красотой. Ну что, дорогие мои, 8, я вас жду. Если по какой-то причине 8 вы не можете подключиться, смотрите в записи и готовьте Алины вопросы. Сегодня тема эфира в 8 часов будет. Что лучше, быть президентом или первой леди? Как вы думаете, президент в таких вот бюстгальтерах, с красивой улыбкой? Ведь это же, как сказать, реклама, реклама страны, да, еще которая умная, еще которая знает, куда, куда эту страну повезти, было бы просто здорово, по-моему. Итак, всем прекрасного вторника. Спасибо вам за ваши комментарии. Я просматриваю те модели, еще раз пошла мерить, которые вы назвали. И пока-пока, до завтра. Завтра галочка панс. А сегодня в 8 часов не пропустите Алену. А так, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!